Дед, кто сделал? Я говорю, я. Ух ты, дед, молодец. А вот этот, дед, я. Ух ты, дед, молодец. Вот у него была такая, каждую штуку. Работами Михаила Васильевича восхищаются не только внуки и родственники. Его дом, как музей, заставлен предметами из металла, люстрами, подсвечниками, оружием, различными скульптурами и орнаментами. Он начал ковать в 17 лет, когда пришел работать к отцу на ткацкую фабрику. Прохожу мимо одной двери, вдруг слышу, что-то звон какой-то. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Что такое? Открываю дверь. А там, наковый у меня, молодобоец, вот такой дядя здоровый, кузнец. Огонь горит, и искры летят прям с ноб. Ну, я прям вот так упал, и меня к этой двери как приклеились. Отец чуть где, он говорит, что ты здесь все ошибаешься? За свою почти 60-летнюю карьеру кузнеца он ковал в армии, на заводе, в частном доме у олигарха, в церкви и даже готовил реквизит для Большого театра. Его дом внутри и снаружи увешан собственными скульптурами из металла. Да и дом этот необычный. Он принадлежал его деду, бывшему директору фабрики Держинского Ивану Давыдовичу Кашинцеву, и был расположен на нынешней улице Держинского. В 1980-м Михаил Васильевич разобрал его и перевез на участок, где в одиночку собрал обратно. Сначала думал, а, нижние там венцы, ладно, как-нибудь потом посову, ребят. Потом подумал, а потом пошли простенки, то есть это ниже окон короткие. Думал, а что тут делать-то, да, окон. А потом подумал, что если я это все собрал, почему я и крышу, все, и шифер, все, 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 все. Все, и фундамент, кстати, заливал сам. Без чертежей и интернета он за год собрал дом и баню. Сам сложил печку и теперь занимается огородом. Семья Михаила Васильевича живет в Москве и редко посещает его творческую резиденцию. Сам же он говорит, что когда работал, каждую неделю ждал выходных, чтобы вырваться в Авантеевку. Именно дом привлек внимание местных пенсионеров, занимающихся скандинавской ходьбой в окрестностях. Мы с удовольствием бываем у вас в вашем этом раритетном домике. Теперь они его главные слушатели, которым он рассказывает историю каждого своего экспоната. Как на крыше появился дракон, а как трикон. Кашинцеву 77, но не работает он всего полгода. Говорит, желание и силы есть, идеи есть, а вот кузницы нет. Хоть свое открывай. Я в Авантеевке кузницу одну проработал там две недели, как говорится, душу отвел, поскольку скучал. Но условия там страшные. Там ничего нет. Один молотый еще, даже скамейки нет. Негде посидеть, ни пообедать, ни позавтракать, ни в туалет сходить. Воды холодной нет. Но они, надо им отдать должное, они очень кропотливые такие, очень точные. Мне понравилось, как у них, какой стиль вот такой обработки. Ему бы учить молодых писать учебники-паковки по металлу и показывать свои работы на выставках. Но он об этом не думает. Его мысли навсегда остались в кузнице, где он чувствует себя молодым и в своей тарелке. Мы кузницы, дух наш молод, кую мы счастье, я ключи. Снимайся выше, наш тяжкий молод, стальную грудь сильней стучи.